Полицейским МИАДГИ выявлен факт незаконного хранения наркотических средств в Геогинском районе. Несмотря на тщательную маскировку, отыскать тайник специально обученной собаки по кличке Фортуна не составило особого труда. На момент визитов до младения 26-летнего местного жителя сотрудники уголовного розыска располагали сведениями о том, что мужчина употребляет наркотики и может их хранить. Для проверки этой информации был привлечен специалист-кинолог со служебной собакой. Прошли в пристройку, как бы сарай. Начала она пронюхивать все предметы. Подойдя к баллону, стоящему слева во вход в баню, собака обозначила сигнальной позой. После чего в данном баллоне было обнаружено вещество растительного происхождения. По заключению экспертов, в тайнике находилось более 120 граммов марихуаны. Однако на этом работа кинолога не завершилась. Пес повез сотрудника на сильно заросший приусадебный участок. Там в густой растительности стражу правопорядка обнаружили части растений конопли. Установлено, что ранее хозяин дома привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. По данному факту возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине грозит до трех лет лишения свободы. В рамках всероссийской акции «Зарядка со страшным порядком» в Адыгее полицейские побывали в гостях в Турбазе Горная, расположенной в Майкопском районе. В этот день дети стали участниками не только спортивных соревнований, но и имели возможность пообщаться с чемпионами различных международных состязаний и даже олимпийских игр. Подробности материали Вадима Агаркова. Делегацию от МВД возглавил начальник управления по работе с личным составом Александр Ермилов. Общественный совет представляли Светлана Дорошенко и Елена Космачева. В нашем плане предусмотрены показательные выступления с использованием приемов силового задержания бойцами ОМОН, МВД по республике Адыгея, демонстрации оружия. По инициативе руководства ведомства в акции принял участие олимпийский чемпион по стрельбе и скоростного пистолета, заслуженный мастер спорта России, многократный чемпион мира и Европы по пулевой стрельбе Сергей Олиференко. Он поведал, какими качествами должен обладать настоящий спортсмен. Хочу вам пожелать, чтобы вы все занимались спортом, ну в крайнем случае по утрам делали зарядку. И вы будете долго и счастливо жить и радовать своих родителей и нас в том числе. Зарядку с детьми открыл многократный победитель общероссийских соревнований и чемпионатов МВД России по дзюдо, старший лейтенант полиции Эль Марабасов. В Министерстве внутренних дел по республике Адыгея уже имеется богатый опыт проведения подобного рода мероприятий. Но эту акцию, несомненно, можно назвать особенной. Все дело в том, что помимо полицейских в ней принимают участие известные аниматоры республики. Аниматоры из агентства праздников «Страна чудес» также основательно подготовились к спортивному празднику. Различные сценки и номера вызывали у отдыхающих массу положительных эмоций. Затем состоялись показательные выступления специалистов-кинологов МВД и сотрудников спецподразделений. Спецназовцы эффектно применяли боевые приемы борьбы и навыки обращения с оружием. В Майкопе расследовано уголовное дело по факту серии мошеннических действий в отношении пожилых людей. В каждом из этих случаев обвиняемая входила в доверие к пенсионеркам и обманом похищала все их сбережения. Одно из этих преступлений было совершено еще в июле прошлого года. Тогда к 77-летней майкопчанке подошла незнакомка, которая убедила старушку в том, что обладает способностями к исцелению и может помочь излечить все болезни. Во время общения к собеседницам подошла якобы случайная прохожая, тут же подтверждавшая наличие у нее таких способностей. Введя в заблуждение старушку, мошенница тайно заменила 79 тысяч рублей на сувенирные бумажки и билет банка приколов. Обнаружить это потерпевшая смогла лишь через несколько часов. Спустя некоторое время в полицию поступили сведения еще о двух аналогичных преступлениях. Общая сумма ущерба по ним составила около 300 тысяч рублей. В ходе работы над раскрытием этих мошенничеств полицейские получили сведения о том, что к их совершению причастны двое жительниц Ростовской области. Они длительное время скрывались от правоохранительных органов, однако в итоге были задержаны. В настоящее время расследование уголовного дела завершено и с утвержденным обвинительным заключением передано Майкопский городской суд.